В эфире новости в студии Ксения Садова. Здравствуйте. Говорим о главных событиях дня. Подробности далее в программе. До официального старта купального сезона всего три дня, но уже открытая печальная статистика трагедии на воде. Во Владимирской области организована проверка по факту смерти молодых людей. ЧП произошло на водоеме в Александровском районе. По информации регионального следкома, 27 мая двое студентов из Москвы купались в пожарном пруду. Как сообщают в ведомстве, 20-летние парень и девушка находились в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы бросились спасать молодых людей, но было уже поздно. Пострадавшие скончались. Следственное управление в очередной раз напоминает жителям области, что купание в состоянии опьянения и в необорудованных местах категорически запрещено. Как готовятся места массового отдыха к сезону и сколько пляжей официально откроют в столице области. Подробности расскажем прямо сейчас. Во Владимирской области с 1 июня отдыхать разрешено на 42 пляжах. Два из них расположены в столице региона. Это озеро Глубокое в загородном парке и водоем на Семязино. Здесь глубина в районе огороженной акватории порядка двух метров. Водолазы из поисково-спазательного отряда очистили дно от мусора и осколков стекла, чтобы отдыхающие не получили травмы. Глубина в районе огороженной акватории до двух метров. Ну там может быть чуть-чуть побольше. А нашли мы сегодня бутылки, даже разбитые бутылки нашли. Обычно это самый чистый, но вот видимо может быть нанесло откуда-то. Ну и всякую мелочевку постарались убрать. То есть купаться здесь теперь в пределах акватории огорожены безопасно. В местах массового отдыха скосили траву и перевели в порядок береговую линию. Скоро здесь установят буйки и урны, а также туалеты и кабинки для переодевания. Но купаться можно будет только после проверки Роспотребнадзора. Пробы воды и песка на сегодняшний день, чтобы я вам сказал, взяты. Сейчас отделаются анализы на прошлой неделе. Сегодня приедет сюда, тут также сотрудник Роспотребнадзора, соответственно, посмотрит. Вы видите здесь инфраструктуру, санитарное состояние и, соответственно, тоже даст заключение. Официально не открыты пляжи на Содышке и Утец. Здесь отдыхать владимирцы будут на свой страх и риск. Делать это специалисты не рекомендуют. Эти места в черном списке надзорных ведомств. Что касается проверенных водоемов, рядом с ними сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам будут вывешивать флаги. При наличии высокого ветра на пляже вывешивается желтый флаг. Если превышает, то есть до 1-2 метра высота волны и до 7-9 метров, то есть ограничивают, то есть дети, люди с проблемами здоровья не рекомендуют плавать. Если скорость ветра превышает 8 метров, вывешивается либо черный, либо красный флаг, то есть эксплуатация пляжа запрещена. Сотрудники МЧС призывают жителей области помнить о безопасности своей детей. В прошлом году в регионе утонул 41 человек, в том числе 8 детей. При выборе места для отдыха предпочтение надо отдавать специально оборудованным местам. На таких пляжах будут работать спасатели. Алексей Дудин, Александр Маркин и Евгений Адамов. Сегодня утром в Кольчугино загорелся дом на улице Коллективной. Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 8 детей. Информации о погибших нет. Огонь удалось оперативно потушить. Всего за прошедшие сутки во Владимирской области произошли три техногенных пожара. В Коврове загорелся старый деревянный дом. Огонь охватил практически всю постройку на площади 150 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В доме давно никто не живет. Пожар тушили 11 сотрудников МЧС. Предварительная причина – возгорание, неосторожное обращение с огнем. Личности поджигателей устанавливаются. Во Владимирской области грозовой фронт ударил по грядкам. Пользователи соцсетей делятся кадрами. В Александрове выпал град диаметром порядка 5 миллиметров. Осадков было настолько много, что на траве образовались небольшие сугробы. Продолжаем выпуск. С сегодняшнего дня в Золотых воротах закрыта военно-историческая экспозиция. Это связано с предстоящей реставрацией памятника. Все предметы экспозиции передадут фонды музея, а диораму законсервируют. Пресс-служба Владимира Суздальского музея-заповедника сообщает, что реставрацией займется тюменская компания «Дизайн-2000». Ранее эта же фирма реставрировала Спасскую церковь и Троевский монастырь в Тюмени, Покровский собор в Тобольске и другие крупные объекты. Реставрация Золотых ворот по условиям контракта займет более двух лет. Работы должны завершиться к концу 2025 года. После этого предметы военно-исторической экспозиции вернут на место, а золотые ворота откроют для посетителей. В столице региона подвели итоги конкурса лучшие муниципальные служащие Владимирской области. В финал вышли семеро участников. Они представили программы по благоустройству, образованию, туристической привлекательности и подростковой занятости. Каждый проект улучшает качество жизни людей в муниципалитетах. Подробности расскажут мои коллеги. Сегодня в Дмитриевыгорском парке Тризонов главный установлен мемориал в память о жителях села, погибших во время Великой Отечественной войны. На стендах в том числе письма с фронта и страницы дневников. Также в парке можно заниматься спортом, летом играть в футбол на поле с искусственным покрытием. Зимой заливают лед и играют в хоккей. А еще в парке есть детский красочный городок. Первые элементы появились благодаря проекту «Комфортная городская среда». Выиграв конкурс, «Самая красивая деревня» жители села. Деньги потратили на дополнительное игровое оборудование. Обо всех изменениях в своем проекте рассказал Сергей Ларин и стал победителем конкурса. «В первую очередь сделать жизнь на селе привлекательной, улучшить комфорт жизни. Необходимо, чтобы людям было где отдохнуть, чем заняться, получить нормальное образование в нормальных условиях». Второе место заняла зав. отделом культуры и молодежной политики администрации Горховецкого района Ирина Кучеренко. На конкурс она представила проект о развитии туристско-информационного центра. А Ирина Кузьменко представляет Владимирскую мэрию, работает консультантом в отделе экологии. Ее проект по озеленению столицы региона занял третье место в конкурсе. Реализация начнется весной 2024 года. В планах высаживать в городе новые деревья и создавать уютные зоны отдыха. «Обязательно сохранив все, что сохранить можно, и расширив ассортимент используемых растений, не только красиво цветущих, но также новых пород, форм, ботанических видов, например, с красными листьями, с полосатыми, с желтыми». Конкурс лучшей муниципальной служащей Владимирской области проходит в три этапа. В марте участники состязались на уровне районов и городов. После этого был областной отбор с тестированием и тренингами. Финалисты должны были продемонстрировать нестандартный подход к решению задач и умение работать в команде. «Важно, чтобы муниципальные служащие, помимо текущей работы, могли предлагать идеи для улучшения своей работы, чтобы она становилась где-то более рациональной, где-то более оперативной, быстро шла в конечном итоге на пользу жителям». События ежегодно проходят на площадке филиала президентской академии. За ходом конкурса следят студенты, кадровый резерв органов власти. Директор вуза Вячеслав Картохин говорит, у молодежи есть возможность познакомиться с работой лучших муниципальных служащих региона. «Конкурс на лучшем муниципальном служащем как раз и направлен на то, чтобы выявить лучших среди лучших, потому что работа на муниципальном уровне очень сложная, связана с ежедневными контактами с населением и требуется серьезная мобильность, компетентность, профессионализм». Во Владимирской области конкурс проводится с 2017 года. Муниципальные служащие со всего региона могут заявить о себе, рассказать о своих проектах. Главная миссия каждого из них – улучшить качество жизни людей. Ирина Начарова, Марина Елькина и Роман Степанов. Во Владимирской области продолжается модернизация технического оснащения бригад скорой помощи. Сегодня новый автомобиль передали в Петушинскую центральную районную больницу. В торжественной церемонии принял участие глава муниципалитета Александр Курбатов, а также депутат областного парламента Павел Шатохин. «Вопрос насущный для Петушинского района в частности. Это вопрос доступности услуг скорой медицинской помощи. И, прежде всего, это, конечно, автотранспорт. Все мы прекрасно знаем, что у нас есть и сельские населенные пункты, и район очень раскидан. Поэтому сегодня случилось событие, которого мы долго ждали, долго события-то продвигали. Сегодня в Петушинской районной больнице передается новый автомобиль для скорой медицинской помощи. Автомобиль полноприводный, абсолютно новый, оснащенный всем необходимым». Машина класса «Б» собрана на базе «Вас Патриот». Новый автомобиль медики очень ждали, ведь оперативность помощи пациентам зависит прежде всего от скорости ее оказания. «Полностью оснащенный всем внутренним содержимым, с каталками, с комфортными сидениями, со средствами оказания медицинской помощи. Спасибо администрации области, прежде всего, и его представителям, которые способствовали этому. Спасибо. Будем пользоваться. Наша скорая помощь должна быть лучше день ото дня». Стильная перезагрузка. Во Владимире стартовал новый социальный проект. К участию в нем приглашают многодетных мам, матерей-одиночек, членов семи участников СВО, вынужденных переселенцев и пенсионеров. Женщинами бесплатно работает визажист и стилист, а в подарок от проекта они получают комплект одежды. За очередным преображением наблюдала наша съемочная группа. В красивом летнем платье в зеркале себя разглядывает многодетная мама Екатерина. Этот образ – один из пяти. Все их подобрал профессиональный стилист. После примерки участница должна остановиться на каком-то одном. Его она и заберет себе в подарок от проекта «Стильная перезагрузка». Уделять себе время и наряжаться – важно для каждой женщины, делится Екатерина. «Дети хотят видеть нас с мамой красивыми. И когда мы чувствуем себя обновленными, мы же тоже как бы такие ресурсные. Мы добрые, мне кажется, более ласковые по отношению к детям, к мужу. Вот чтобы мы все-таки двигались в направлении к себе на самом деле. Мы хотим дарить, дарить, дарить любовь, но чтобы ее дарить, надо заботиться и о себе. Это очень важно». Анкета Екатерины привлекла внимание организаторов сразу же. У нее действительно интересная история. Она с мужем воспитывает восемь детей, причем пятеро из них приемные. Времени на себя остается не так много, поэтому помощь в подборе образа очень кстати. Для стилиста Любови Моргуновой такой опыт в новинку, но когда ей предложили поучаствовать в проекте на благотворительных началах, согласилась без раздумий. «Все героини разные абсолютно. И подобрать для каждой одежду, даже в Добромаркете, я, честно говоря, думала, что это будет нереально. Но удалось, и я считаю, что для меня это как повышение квалификации моей, что я могу работать в любом магазине и подобрать вещи из любого ассортимента и любой ценовой категории». Это преображение уже третье с момента старта проекта. Отклик среди женщин оказался большим. Организатор Анастасия Соколова рассказала, что перед съемками получают около 50 заявок. И не только из Владимира, но и из районов нашей области. «Нам достается очень классные героини, я хочу сказать. То есть эмоции очень достаточно положительные, все улыбчивые, очень хорошие. И никаких сложностей во время работы не возникает. То есть, наоборот, все очень открыты, готовы экспериментировать то, что мы им предлагаем, даже если это не совсем тот вариант. Но все равно мы очень рады, что они соглашаются на наш эксперимент». Поучаствовать в проекте просто. Нужно отправить анкету с небольшим рассказом о себе и ответом на вопрос, почему именно вам необходимо преображение. Заявки принимают в группе в социальных сетях. Организаторы подчеркивают, что хотят помочь тем, кому это действительно нужно. Ольга Эльфимова и Роман Степанов. С 1 июля взять кредит в банки смогут не все жители региона. Скорее всего, откажут гражданам, которые вовремя не гасят долги. Банк России ввел ограничения. Принято решение сократить на третий квартал лимиты по необеспеченным кредитам и займам. «Теперь объем предоставленных потребительских кредитов у заемщиков с высокой долговой нагрузкой не должен превышать 20% общей выдачи. А потребительские кредиты со сроком свыше 5 лет – 5% выдачи». Такое решение Банк России принял в связи с тем, чтобы ограничить рост закредитованности у граждан с высокой долговой нагрузкой. Жители Владимирской области за три месяца с начала года взяли в кредит более 36,5 млрд. рублей. Это на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном в долг у банков Владимирцы берут на потребительские расходы и на покупку жилья. И к другим темам. Во Владимирской области на этой неделе пройдет международный фестиваль резьбы без бензопилой по дереву. Состоится он в Гусьхрустальном в парке «Сказка». Фестиваль приурочен ко Дню защиты детей и будет проходить два дня подряд. 1 июня состоится Блиц-турнир. Все желающие смогут угоститься сладостями и, главное, увидеть, как создаются скульптуры из дерева. Заявки на участие в фестивале подали уже шесть мастеров. 2 июня в парке пройдет выставка готовых работ. Создавать скульптуры будут из стволов деревьев, которые спилили в центре города. Время их не пощадило, но в руках умелых мастеров они получат вторую жизнь. Так что приводите детей, чтобы они осознанно увидели, как зарождается скульптура, как появляется просто из дерева какой-то сказочный персонаж. Будут изготовлены фигуры по теме русской сказки в современном мире. Эскизы готовят сами мастера. Мы их выбираем, какие нам нравятся. Они уже выбраны. И, к примеру, например, будет Баба Яга на скейте с рюкзачком, с наушниками. Ну, это, к примеру, говорю, остальное такую интригу оставлю. Во Владимире в творческом пространстве флигеля открылась выставка керамики и фотографии. Проект назвали «Неоднозначность». Его авторы – две молодые девушки. Они исследуют многогранность и двоякость в событиях окружающих людях и в самих себе. Подробности расскажем прямо сейчас. Елизавету и Надежду Сергеевых из-за одинаковых фамилий часто принимают за сестер. На самом деле они замужем за родными братьями. Девушек объединяет фотоискусство. Путь к этой совместной выставке начался с традиции. Каждую весну Елизавета фотографировала Надежду, передавая разные грани ее характера. У человека очень неоднозначное восприятие самого себя. И в нас очень много разных личностей, которые мы подавляем. И иногда можно дать волю и повеселиться даже, когда грустно. И вот в моих съемках очень часто мы веселимся. Я очень ценю вот эту вот короткую связь с человеком, которого снимают. Это такие короткометражки небольшие. На фотографиях Елизаветы Сергеева – непрофессиональные модели. Девушка сама подбирает им образ и локацию. Каждая съемка для участницы проекта – сюрприз. Автор считает, так эмоции на фотографиях получаются более яркими. Снимки дополняет специально подобранная музыка. Рядом со входом на выставку есть специальный QR-код с плейлистом. Под некоторыми фотографиями есть исполнители с треком. Можно сфоткать, скачать, послушать. Это общее настроение съемки. Природные элементы – основной лейтмотив выставки. Елизавета использовала сухоцветы. А ее творческая подруга – керамистная одежда – живые цветы. В своих работах девушки использовали разные фактуры. Мы наблюдаем вокруг себя неоднозначность, многогранность, двоякость. Собственно, и выставка называется неоднозначность. Во всем, что нас окружает, и в нас самих, в событиях, явлениях, в людях вокруг. Ну и мои вазы, они тоже из разных материалов, противоположных по ощущению, по тактильности. И этим они тоже неоднозначны. Простота и абстрактность форм оставляют простор для фантазии посетителей. Интерпретировать творчество можно по-разному. Арт-объекты отличаются хрупкостью. Поэтому на выставке есть предметы, с которыми можно поэкспериментировать. Специально для гостей Надежда подготовила интерактивную инсталляцию. Днем я сделала дырочки специально побольше, чтобы зрители могли немножко поиграть с помпонами, могли менять их местами. Среди первых посетителей выставки – Игорь Сидоров. Он считает, что арт-объектами здесь являются не только керамикой фотографии, но и сами декорации. Воспринял это как два мира, которые сосуществуют и живут в органике. Мне очень понравилось то, что здесь есть живые цветы и что есть фотоцветы. У меня родилась такая мысль первая, что все живое когда-то умирает, но на этом жизнь не заканчивается. У жителей столицы региона еще есть возможность увидеть работы Надежды и Елизаветы Сергеевых. Погрузиться в атмосферу необычной выставки во флигеле можно до 18 июня. Татьяна Гордеева, Александра Маркина и Евгений Адамов. Воспитанница Владимирской муниципальной спортивной школы Олимпийского резерва номер 5. По художественной гимнастике завоевали бронзу в групповых упражнениях. Медалей за третье место удостоились Ксения Суботина, Александра Абалкина, Арина Захарова, Ульяна Вагина и Ксения Царева. Это итоги второго этапа международных соревнований по художественной гимнастике Кубок сильнейших 2023. В индивидуальном и групповом многоборье выступили сильнейшие спортсменки из 12 стран мира. В том числе из Белоруссии, Китая, Италии и Бельгии. В индивидуальном упражнении третье место заняла юная владимирская спортсменка Алина Галочкина. Профильное областное министерство поздравляет с успехом гимнасток и их тренеров Светлану Когарлицкую и Анастасию Суватееву-Суботину. Третий этап международных соревнований Кубок сильнейших пройдет в Москве в середине сентября. И к другим новостям. В лесах Владимирской области зацвели ландыши. В соцсетях опубликовали кадры, снятые на огромной поляне. Экологи говорят, собрать букет белоснежных цветов сегодня может любой желающий. В 2006 году ландыш исключили из Красной книги Владимирской области. Но все равно лучше любоваться ими в естественной среде. Цветут ландыш около 20 дней, так что еще есть шанс снять свои кадры с этим удивительно красивым растением. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная история, вы хотите стать героем нашего репортажа, звоните в редакцию по телефону 32 62 33. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит программу «Здесь сейчас». Ее ведущий Илья Архипов уже в студии. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, Ксения. Что сегодня обсуждается с гостем? 95 миллионов взысканных с неплательщиков элементов в этом году – это еще цветочки, полагают в службе судебных приставов. О том, кто сильно экономит на своих детях. Поговорим после рекламы.